Наверное, каждый знает такую легенду, как PSP. На ютубе полно обзоров этой консоли, но по сути своей все они бестолковые. В них нет какого-то смысла, в них нет души. Люди просто рассказывают о технических характеристиках или просто играют на ней в игры. Нет атмосферы, нет тех эмоций, которые были в то время. Сегодня я постараюсь это исправить. Меня зовут Ля Хэн и это полный обзор PlayStation Portable. Погнали! У многих в детстве была PSP. Помню те времена, когда ты приходишь в школу и там у друга или у подруги появляется эта консоль. Весь класс собирается вокруг этого человека и все хотят поиграть. Буквально подержать в руках пару минут уже было каким-то большим достижением в то время. Я видел много детей в школах, на улицах, в парках, с PSP. Все были счастливы, играли в эту консоль, играли в Tekken, играли в Need for Speed, в GTA. Но у меня этой консоли не было. По опыту PlayStation 2 я примерно посчитал, сколько все это будет стоить, сколько будут стоить игры и даже не просил ее. Несколько дней назад я наткнулся на интересное объявление на авито. Продавали вот эту PSP. Она стоила всего 2500 рублей. Сейчас кто-нибудь скажет, что кому это дорого для PSP, там ей голова цена 1000-1500 рублей. Но она в идеальном состоянии, она не вскрывалась и у нее по сути новый аккумулятор. То есть его открыли и достали из коробки, поставили, поиграли немного и все, консоль забросили. Поэтому я не стал медлить, решил взять эту консоль сразу же, потому что, думаю, можно и детскую мечту осуществить и видос на канал снять. Ну а если же ты хочешь больше подобного лампового контента, ламповых обзоров посиделок, то поддержи видос лайком, подпишись на канал. Этим ты сильно поможешь продвижению канала на YouTube. Ну ладно, мы не будем отходить от темы. PlayStation Portable появилась на свет в 2004 году. И, собственно, это все, что я вам сегодня про историю этой консоли расскажу, потому что, можно сказать, это анонс. Осенью будет целая серия видосов по истории PlayStation от самой первой PlayStation вплоть до PlayStation 4 Pro и PlayStation 5. В преддверии PS5 будем смотреть все, как было. Смотреть эволюцию, смотреть игры, смотреть, что к чему пришло. Разберем все по полочкам. Сегодня же я хочу поговорить именно о самой консоли PSP, о ее актуальности в 2020 году, о том, какие на ней игры, как они сейчас играются, стоит ли вообще ее покупать. Мне попалась 3000 серия в красном цвете, довольно редкая. И, о боже, как же офигенно она выглядит. Глянцевый, приятный на ощупь пластик, очень яркий, контрастный экран, обладающий хорошей цветовой палитрой. Это, кстати, касается только 3000 моделей. Во всех остальных PSP экраны, ну, немного худшего качества. Почему-то никто на YouTube не углубляется в этот вопрос, хотя это очень важно при выборе. То есть, там экраны имеют принципиальную разницу. И умалчивать это, ну, на мой взгляд, глупо. Я, например, очень много сомневался, какую брать, 2000 или 3000 модель. У PSP 2000 модели экран, скажем так, и хуже, и лучше одновременно. Это сугубо индивидуально, я рекомендую посмотреть на экраны 2000 и 3000, прежде чем покупать. У PSP 2000 хуже цветопередача, и это сильно заметно. Но! Экран с медленным откликом, и картинка как бы оставляет шлейф за собой. Это напоминает моушенблюр. У PSP 3000 же экран устроен немного иначе. Отклик стал больше, из-за этого пропали шлейфа, которые остаются за объектами на экране. Но при этом появился эффект так называемой чересстрочной развертки. То есть, у вас как бы изображение поделено на строчки, и вот они сдвигаются в разные стороны, и получается как будто картинка какая-то резаная. В общем, эффект такой себе, если вы его замечаете, это огромный минус при выборе 3000 модели. Подержав в руках 3000 модель, я поймал себя на мысли, что просто не замечаю этот эффект в играх. Но многие люди жалуются на боль в глазах из-за этого, так что имейте это в виду при выборе консоль. Экран имеет разрешение 480 на 272 точки. Опять же, наслушался мамкиных обзорщиков на ютубе, которые говорят то, что разрешение низкое, вырвиглазное и одна сплошная пиксельность на экране. Ну это бред полный. Для экранов 4,3 дюйма этого вполне достаточно. Может, конечно, у меня уже пропатченные версии со сглаживанием, либо у них какие-то проблемы с глазами, но большинство игр выглядит офигенно, ничем не уступая PlayStation 2. Или вы хотите сказать, там тоже все пиксельное и вырвиглазное, а получается люди 10 лет играли и мучились. И один вопрос. Что толку от разрешения смартфона 2800 на 1600, если там игры полное дерьмо? И не говорите ничего про эмулятор, потому что эмулятор это санина. Я запускал эмуляторы на андроиде, я играл в эти игры от PSP на андроиде. Во-первых, у вас нет физических кнопок. То есть это уже как бы трындец, у вас нет физических кнопок, вы клацаете по экрану, а это неудобно, приходится как-то вот так держать руки для того, чтобы нажимать на бамперы, которые идут по краям, кнопки L, R. И, то есть на PSP пиксельность. Хорошо, а на смартфоне вы что, выкручиваете разрешение выше и получаете что, мыло? Разрешение консоли 480 на 272 точки. И PSP больше нечего показать. Там нету такой графики, чтобы можно было бустить разрешение. Когда вы увеличиваете разрешение и включаете сглаживание, это становится мыло. Отвратительное мыло, в которое невозможно играть. Лучше видеть лесенки и получать удовольствие от игры. При условии, что лесенки ты вообще не замечаешь через 5-10 минут игры. Чем постоянно сидеть, смотреть на это мыло в экране смартфона с высоким разрешением и страдать из-за этого мыла. Экран у PSP, по крайней мере трехтысячный, даже сейчас выглядит хорошо и играть на нем приятно. От экрана плавно перейдем к элементам управления. Они почти полностью заимствованы со старшей консоли. За исключением L2, R2, L3 и R3. И правого стика, который можно было без проблем поставить. Место под него есть и это очень странное решение инженеров Sony. Кнопки нажимаются очень мягко и отчетливо, никаких случайных нажатий. А вот левый стик вызывает несколько вопросов. Первый. Он двухосевой, а не трехосевой. Как все привыкли в геймпадах и к нему нужно привыкать. Второй. Он просто пластиковый. Без резиновой насадки и иногда палец просто соскальзывает с него. Опять же, странное решение, к которому нужно привыкать. Плюс есть несколько кнопок специально для портативки, регулировки яркости и звука. По бокам консоли все уже интереснее. Сверху переключатель Wi-Fi, мини-USB. Справа переключатель, который включает ее, движением вверх и переводит в режим покоя. А движением вниз блокирует кнопки. Слева разъем под карту памяти Memory Stick Duo. Снизу разъем для зарядки и комбинированный разъем для наушников и вывода видео. Можно подключить консоль и получить Nintendo Switch из 2004. Но с нормальными играми. Можно подключить телевизор и получить Nintendo Switch из 2004 года. Но с нормальными играми. Хотя для тех, кто любит ретро, есть эмуляторы PS1, есть эмуляторы Sega, Dendy, Nintendo, SNES. Вплоть до Nintendo 64. Сзади крышка аккумулятора и лоток для UMD дисков, которые очень сильно шумят. Может это у меня так, но я не рекомендую играть с дисков. Лучше по цене одного диска взять карту памяти SD, переходник и играть с карты. Постоянные шарканье и скрипы через некоторое время начинают раздражать. В целом PSP получилась довольно-таки удачной в плане форм-фактора. Она именно портативная консоль. Ее можете положить с собой в карман и не переживать за то, что с ней что-то случится. Виту и уж тем более Nintendo Switch в карман вы уже не положите. После включения вы попадаете на главный экран, который был полностью перенесен в PS3. Интерфейс называется Cross Media Bar или же просто XMB. Это самый лучший интерфейс во всей истории консолей. Самый красивый и интуитивно понятный. Как мне кажется, уже не актуально говорить, что PSP умеет проигрывать и музыку, и видео, выходить в интернет. Тут есть браузер, но в 2020-м все это быстрее и удобнее делать на смартфоне. Есть и PlayStation Store, но заходить в него нет смысла, поддержка консоли закончена. И я считаю это законным разрешением взламывать консоль и закачивать в нее бесплатные игры. Камон, если производитель забил на консоль, почему мы должны за нее переживать? Так что после покупки я сразу прошил ее, делается это просто, гайдов на YouTube много. После чего можно делать в консоли все что угодно. Можно ставить темы, игры, эмуляторы, все что душе угодно. Пожалуй, самое главное, в чем PSP до сих пор не превзошли, это игры. Такой обширной библиотеки годных игр не найти ни на одной портативке или смартфоне. Конечно, игры от PSP можно запускать на PlayStation Vita, но это уже скорее к обзору PlayStation Vita, который тоже будет на канале. Там мы посмотрим, как ставятся игры, все ли они ставятся и как они идут, в каком разрешении, с каким фреймрейтом. После прошивки PlayStation Portable, чтобы установить на нее игры, нужно сделать всего три шага. Первый, находим игры. Второе, записываем их на карту памяти. Третье, играем. Ничего сложного в этом нет. Находим игры, качаем, перекидываем на карту памяти и вуаля. У вас в кармане GTA, Need for Speed, Assassin's Creed, Gran Turismo, Flatout, Звездные войны. Список огромен, каждый найдет что-то свое. И вот тут момент, из-за которого я назвал большинство обзоров на ютубе бестолковыми. В этот момент красиво снятые обзоры заканчиваются. То есть, мы купили PSP, мы на ней поиграли, все круто, все четко, батарею держат, зашибись. До свидания. Красиво снятые видосы здесь заканчиваются, и это грустно на самом деле, потому что, что толку вот посмотреть обзор до этого момента? Ничего ж непонятно. Ну окей, посмотрели на консоль, как она выглядит. А игры, игры-то где? И вот тут приходит на помощь второй тип контента по PSP на ютубе. Контент под названием «Говорящие руки», которые сидят на протяжении 40 минут, играют в какие-то, не на куни, какую-то лютую япончину вообще. То есть, какой-то вообще закрытый клуб BDSMщиков на этих каналах происходит, там какая-то вообще дичь такая лютая на PSP, в жизни в такое никогда не играл. Тьфу, столько снимать «Говорящие руки» 40 минут и считать это контентом. Ай, дебил. В общем, безусловно, в эти шедевры японского игростроя мы играть не будем. Сегодня мы посмотрим только на ААА-проекты, такие как GTA, Need for Speed, ну всё, что я упоминал выше. И начнём, пожалуй, с GTA. Vice City Stories и Liberty City Stories. Тогда они просто взрывали мозг. Не у всех на компах они работали. Да что там, не у всех дома были компы. А тут этот сучонок приходит в класс, достаёт на перемене PSP, и ты сидишь думаешь, сука, у меня нету GTA, у тебя есть, сука. Сразу упомяну разгон. Он есть, он работает. Опять же, сука, никто об этом не говорил. Но, PlayStation Portable разгоняется. Да-да-да, все те, кто говорили, что на ней лагает GTA, они все кончены. Здесь в меню можно выставить частоту процессора, и GTA будет работать в 60 кадров в секунду. Нажимаем кнопку Select и выставляем 333. Это максимальная частота, которую выдаёт процессор PSP. Батарея сядет немного быстрее, но есть игры, такие как GTA, которые на стоке сильно тормозят. А с разгоном чуть ли не 60 кадров в секунду работают. GTA абсолютно ничем не отличается от версии PS2. Тот же открытый мир, только свой сюжет, геймплей в миссиях приближен к версиям PS2. Всё так же можно творить беспредел, просто катать и веселиться. В общем, старая добрая GTA. Кстати, такой момент. Я заметил очень много срача в обзорах PSP на YouTube, что, мол, картинка пиксельная. Это пиксельное месиво, в это невозможно играть, как мы вообще тогда в такое играли. Это отвратительно выглядит. В это невозможно играть. У меня вопрос. А в чём ваша проблема? То есть, как бы, почему у меня всё работает, у меня всё плавно, сглажено, а у вас пиксельное месиво? Ну, конечно, может, у меня игры пропатченные, может, там какие-то, не знаю, последние обновления на PSP я установил, может, из-за этого она работает лучше, может, это трёхтысячная, а у вас какая-нибудь там двухтысячная была. Но игры на PSP выглядят достойно, особенно для того времени и для этого экрана. Так что даю лайфхак. Ставьте игры на карту памяти, если нужно, разгоняйте и получайте удовольствие. Что Vice City, что Liberty City помогут скрасить не одну долгую поездку. От GTA плавно переходим в Need for Speed. И вот тут не всё так однозначно, потому что движок первого андеграунда используется во всех играх, вплоть до Undercover и Shift. Физика и звуки во всех играх одинаковые. В целом, во всё можно играть, но... Но особенно отличились Need for Speed Most Wanted, Carbon On The City и Undercover. Последним даже полностью перенесён сюжет со старших консолей, с видеороликами. Вот в Need for Speed уже есть проблемы с пиксельностью. Но во время гонок это чаще всего незаметно. Но, как вариант, есть много других годных гонок на PSP. Как вариант, FlatOut, полноценный, с PS2, со всеми режимами. Играется так же адреналиново, всё взрывается, разрушается. Единственная физика заметно урезана. Но это простительно, всё-таки это портативка. Вообще гонок на PSP много. Juicy, Rally, Sega Rally, Dirt Rally, Race Driver, Test Drive. Ну и вишенка на торте это Gran Turismo. Gran Turismo это, пожалуй, самый лучший автосимулятор на PlayStation Portable. В плане графики, в плане физики, в плане геймплей. Тут есть куча треков, куча автомобилей, куча всяких режимов. Плюс ко всему, Gran Turismo 60 кадров в секунду. Без разгона. Абсолютно без сомнений я могу внести Gran Turismo в топ-3 листа Must Have PlayStation Portable. Если вы соберётесь покупать PSP, то обязательно возьмите эту гоночку. Но не гонками едины. На PSP есть и полноценные Принц Персии и Ассасин Скрит. Принца Персии я не люблю, но вот Ассасин одним из первых залетел на карту памяти. Сюжетное дополнение к первой части, практически без изменений в геймплее. Красивая графика и картинка в целом. Как вы видите, игры на PSP выглядят хорошо и до сих пор отлично играются. PSP не устарела и не устареет. PSP это консоль вне времени, которая будет радовать ещё не один год. Так, что там ещё можно рассказать-то, гидрить-колотить? Что там ещё у нас есть? Ещё одна игра, которую я хотел бы упомянуть, это Star Wars The Force Unleashed. Это полноценная в плане сюжета, геймплея, игра, которая выходила на PS3 и Xbox 360. То есть вообще без каких-либо урезаний. Единственное, ну нету правого стика, но в остальном это всё то же самое. Это тот же великолепный слэшер во вселенной Звёздных войн. Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok ДимаTorzok Про Need for Speed можно в принципе вечно рассказывать, потому что Need for Speed очень интересный в плане геймплея, но на PSP они никак не различаются. Здесь всё одно и то же. Одна и та же физика, одни и те же машинки, всё одно и то же. Итог. PSK получилось, на мой взгляд, самой удачной консолью в истории. Поправочка. Самой удачной ААА консолью. А то сейчас в комментарии понабегут люди с... А 3DS была лучше от Nintendo, твоя PlayStation мало продалась. Нет, давайте мы поговорим о AAA-тайдлах. AAA-тайдлы выходили только на PSP. И в этом плане PSP самая успешная консоль в истории. Ну портативная, конечно же. Самый успешный PlayStation 2, и это вряд ли кто-то перебьёт. Если же вы задумывались о покупке, то вердикт простой. Брать. Однозначно брать. Не смотрите обзоры другие на YouTube, где говорят про пиксельность каратинки, где обсирают игры и графику. Всё играется. Отлично играется. Где-то лесенки, но во время геймплея это незаметно, потому что игры интересные. Вы не обращаете внимания на эти лесенки, потому что вы наслаждаетесь геймплеем. Ну а на этом всё. Спасибо за просмотр. Не забудь подписаться на канал. Если тебе понравилось это видео, то поддержи лайком. Поделись с друзьями. Вдруг кто-то хотел купить PSP, но сомневался из-за этих обзоров на YouTube. Так что делитесь этим видео с друзьями. Скоро увидимся. Всем пока. Ой, какая красота. Что мы сейчас играем на смартфонах? Ёбаный асфальт. Пошёл он нахер. Я слушаю Амиры и Супов. Кусики. Потом отвечу чуть позже. Я типа занятый. Вдос пил. Без разгона PSP. 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 Сзади диск. Всё сделано в такой пластиковой упаковке. Я не знаю. Сейчас. Сейчас я узнаю. Я, блин, не подготовился. Ни хрена. Я вспомнил эту историю. Ладно. Кузя-пупузя. Кузя-пупузя. Хороший такой кузя. Кузя-пупузя. 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 Кузя-пупузя.